С вами программа Неделя спорта и мы продолжаем. У нас есть шеф-редактор Кирилл Филиппов, а у него есть брат Илья. Всем хороший парень, даже отличный, кроме того, что делает программу про ногомяч. Ну, мы решили это исправить. Узнав, что он в испанской Марбелии что-то снимает про подсезонку какого-то из наших клубов, мы сказали, а почему бы тебе, Илья Филиппов, не сесть на машину, да не поехать в Херес? И вот что из этого вышло. Впечатление о тестах, да? Надо по-русски сейчас сформулировать, я уже все интервью на английском, так тут еще рано судить, еще много предстоит сделать, уже над чем-то начали работать, так что все еще впереди и будем работать по следующие дни. Виталий, если не ошибаюсь, вы пока в двух секундах от лидера, если судить по времени на круге. По времени можно не смотреть, это все не о том, на что надо смотреть. Каждая команда работает под своей программой, так что абсолютно, если бы надо было сегодня показать какое-то там лучшее время, над этим можно было и поработать. Мы сегодня хотели проехать как бы гоночную дистанцию в 71 круг, вот, к сожалению, у нас была утечка радиатора, и мы не смогли столько кругов проехать. Очень много потеряли времени. То есть волноваться не стоит, пока ничего страшного не будет? Нет, у нас очень машина достойная, быстрая, мы еще ждем новинок, еще целых, еще много очень листовых дней, еще все будет идти постепенно, так что все впереди еще пока. Можно ли уже сейчас говорить о соотношении сил в Формуле-1? Оно как-то изменилось? Может, кто-то стал сильнее, может, вы и стали сильнее в вашей команде? Тяжело сейчас сказать, еще никто не открывает свой настоящий потенциал, поэтому мы ждем все Бахрейна. В Бахрейне все привезут новинки, так же, как и мы привезем кое-какие новые новинки, и тогда будет уже квалификация все растаять на свои места. В прошлом году вы были новичком в Формуле-1, цель была понятна. Просто освоиться в Формуле-1 сейчас, какая у вас цель на следующий сезон, на предстоящий? Да, думаю, что допускать меньше ошибок, стараться показывать высокие результаты, всегда финишировать в гонках. Вы не знаете, как сейчас здоровье Роберта Кубицына? Не, ну я когда навещал его, конечно, он выглядел не очень, да, понятно, что он еще отходил от наркоза, от его еще предстоят операции, вот, мы с ним много не стали разговаривать, я не хотел даже задавать ему не вопросов, просто его, говорил, поддерживаю, говорил, что у нас вся Россия тебя поддерживает, мне пишут знакомые, пишут болельщики, вот, даже, которые болеют за меня, все равно поддерживают, много им там писем, телеграмм, вот, и привез им там подарки с Россией. Соответствует ли действительности информация, что после того, что произошло с Робертом, вы тоже отменили все побочные гонки и участвовать будете только в Формуле-1 и в тестах Формулы-1? Я всегда был, на самом деле, против всяких выступлений, но всегда хотел этого сделать, я всегда хотел ралли тоже поездить и всегда хотел там в ледовых гонках участвовать, много чего там, да, и поэтому, когда это произошло, это просто еще раз мне подтвердило, что ну не нужно этого делать, потому что если ты обязан или ты, во-первых, ты обязан команде, во-вторых, это твоя мечта, твоя цель, куда ты стремился всю свою жизнь, и в один день ты можешь оборвать это все, и я считаю, что нужно концентрироваться только на том, что есть сейчас у тебя в руках. Виталий, скажите, ваши внутренние ощущения, только честно, говорят о том, что вы теперь первый пилот в команде? Да, такого и не было и раньше, просто сейчас, я раньше как бы мог делать то, что я хотел делать, то есть и работать с командой так же, и получать те же новинки, что и Кубица получал, просто как опытный человек Кубица к нему, естественно, прислушивались более, но только поэтому, я думаю. Сейчас действительно интересный момент сложился для Виталия Петрова. В принципе, никто не гарантировал ему этого первого места после аварии Кубицы, но вот как-то наши болельщики автоматически так решили, что сейчас Виталий будет первым. Проблема в том, что если возьмут Ника Хайтфельда, а после того, как он великолепно откатал свой, вот единственный, это был третий день тестов в Хересе, я думаю, что, скорее всего, его возьмут, то он не только не уступает Кубице, но, в общем, по многому мнению, в том числе и по моему, он превосходит поляка и вся его карьера, в общем, практически всех своих партнеров, а это были чемпионеры и те, кто боролись за победы и за титулы в прошлом сезоне, в том числе, он превосходил. Поэтому Виталику не будет просто, но с другой стороны, Ник как раз с технической точки зрения очень опытный пилот, он будет прогрессировать вместе с командой, и Петров сможет очень многому у него научиться. Ну, а сейчас у нас на очереди Вести Спорт. Денис Стойков, мой коллега. Добрый вечер, Денис. А у вас есть что-нибудь в Формуле 1 на выпуске? Добрый вечер, Алексей. Ну что вы, у нас в Формуле нет ничего, да и потом мне после вас говорить о королевских гонках, все равно, что вам после меня о современном пятиборье.